Друзья мои, сторонники предложили обсудить вопрос, который касается наших многодетных семей. Проблема действительно в Саратовской области стала кричащей, и если только ее не решать, более ответственно ставить перед собой задачи более амбициозные в плане выделения большего количества жилья и субсидий нашим многодетным семьям, то мы этот вопрос не решим. Более того, это будет несправедливо по отношению к тем, у кого много детей, это очень ответственно. Мы с своей стороны должны сделать все для того, чтобы у вас было жилье, чтобы вы могли себе позволить все то же самое для детей, что могут позволить себе, у кого детей меньше. Начал вникать в тему, которую вы обозначили. Еще раз хочу подчеркнуть, не хочу никого подменять, ни губернатора, ни правительства Саратовской области, ни мэра города. Буду помогать, так же как в вопросах, связанных с обманутыми дольщиками, так же как в вопросах, связанных с обеспечением жильем детей-сирот, так же и в этом вопросе. У нас есть с вами участки, которые освободились после отселения граждан из ветхих аварийных домов. Таких участков на территории города Саратов 186. Из них порядка 100 с небольшим за счет всех средств, которые мы нашли и средств города, сможем в ближайшее время снести и площадки освободить. У нас появится возможность обсудить тему, где будем строить жилье для многодетных семей, а это одно из обязательств, которые перед многодетными семьями есть у региона. Что касается субсидий, там все проще, нужно средства дополнительно найти и субсидии получите. Но, не говоря о субсидиях и теме выплат, так же хочу обратить внимание правительство Саратовской области. Сегодня специально посмотрел нормативные акты Министерства Российской Федерации, курирующие эти вопросы, Министерство строительства и коммунального хозяйства. Цены на приобретение квадратного метра, отсюда формируются в том числе субсидии, у нас самые низкие среди регионов Российской Федерации, мы где-то в пятерке. Стоимость квадратного метра выше Пенской области, выше Волгоградской, Воронежской, Тамбовской. Знаете, к чему это приводит? Приводит к тому, что деньги выделяете, но на эти средства купить полноценное жилье невозможно. Это, кстати, такая же история и с покупкой квартир для детей-серок. Нам надо взять перед собой те обязательства, которые позволили бы выплаты произвести, те, которые платят регионы, ну, однотипные, как Сарасковская, Воронежская, Волгоградская. Ставьте перед собой такие задачи. И исходите из того, что мы с вами должны сделать все, чтобы не было проблем ни у детей-серок, ни у многодетных семей. Со своей стороны еще раз подчеркну, что обеспечение жильем, проработая, мне цифру называют 76 семей в городе Саратове, вот я постараюсь найти решение этому вопросу. Ну и, конечно, выплаты, которые также должны быть тем, кто их ожидает. Переговорю во время ближайшей поездки с губернатором, обсудим этот вопрос, в том числе, с застройщиками, с мэром города, ну и потом вас проинформировать.